Здравствуйте, друзья! Вы видите, что мы с Витей оба в панамках. Это мне зрители подарили, из Израиля привезли. Так вот, движемся мы по Санта-Круз, и Виктор нам расскажет что-то про электрические машины увлекательное. Пошли. Интересная такая тема. Да. Миша, электрические машины строят вот здесь у нас, можно сказать, на Бекьярде. Во Фримонте. В главном городе Фримонт. Ребята, мы снимали там на заводе Тесла, да, так. Нашлепали их очень много, особенно в конце 2018 года. И модель 3 вот эта, да? Модель 3, она захватила все, благодаря тому, что вышла модель 3. Так. Пострадали вообще все. И Мерседес, пострадал Ягуар, пострадал все традиционные. Но это именно лакшери машины с ними конкурировать. И начали, они захватили даже какой-то рынок у Тойоты, например, тоже, потому что... Подороже, которые... Более дорогие, да. Но потому что если машина стоит там, скажем, 45-46 тысяч, и на нее дают 7,5 тысяч, 1 давали, как это сказать по-русски? Ребейт. Ребейт по-русски, я не знаю, как сказать. Ну, такой промоушен. Отказны. Отказны, да. Государство давало 7,5 тысяч, штат Калифорния давало 2,5 тысяч. Десяточка. Значит, 10 тысяч давло, это получается, что они уже 30-тысячными машинами конкурируют. Но их же наделать надо, если не то, что вот стоят и забирай. Так вот, в этом и проблема. Так. Проблема заключается в том, что их мало, поэтому они, в принципе, назначают цену, какую они хотят, и торговаться с ними не получается. То есть их наделали, но немного. Их наделали, ну, по тем временам они начали делать там по 6 тысяч машин в неделю. Ну, хорошо, значит, это уже как-то 300 тысяч год, там, понятно. Но все-таки, все-таки. Электрические машины в Америке продали 378 тысяч в 2018 году. Я думаю так, что к 20-му там вырастет, может быть, там в 5 раз, если не в 10, поскольку сейчас все начинают делать электрические машины, практически все. И все, наконец, сообразили, что они продаются очень даже лихо. Так. Как по-американски говорят, как пирожки. Со свистом. Со свистом. Да. И поэтому все лепят их, кому не лень. Ну, такая... Я ездил на... Тенденция какая. Тенденция такая, что пройдет несколько лет. Так. А я такое сравнение, такое я читал, не сам придумал, мне было бы не догадаться. Вот представь себе, Миша, вот у нас есть подвал у тебя есть. Ну, нету, пусть будет. Ну, представь себе. Ну, даже если нет, подвал. Да. Вот большое помещение. И там лежат вот такие вот маленькие дискетки. Да. И на дискетках написано AOL. AOL. Америка онлайн. Были, были, да. Они их раздавали и давали бесплатно. Там 10 часов Америка онлайн бесплатно. Они стояли во всех магазинах, да. Они стояли, да. Бесплатно. Бесплатно, как промоушен, а потом там их тебе надо было покупать. Да. А вот представь себе, что у тебя в этом подвале лежат мешки вот с такими вот 3,5 дюйма дискетками заваленной. Так. Так вот, с нефти, которая там на сегодняшний момент там добывается, будет такая же история. Столько же прокус, сколько вот у тебя в подвале от этих дискеток. Если предположить... По-простому говоря, никому это все будет нефть, которую там Кувейт добывает или Венесуэлла. Ну, если предположить, что кроме автомобилей никто больше нефть не потребляет. Это правда, но потребление нефти как-то налаженное дело. Нефть, конечно, потребляют еще самолеты, но в 6 раз меньше, чем автомобили. Химия работает. Химия сравнительно немного. Там небольшой процент. Вот гудрон. Вот, казалось бы, идем мы по асфальту. Смотри. Вот асфальт. Делают всякие пластмассы, ничего только нет, но по сравнению с тем, что употребляется, употребляется два главных. Ее сжигают, просто сжигают, ну, как керосинки там какие-то, я не знаю. Как и сигнациями. В средних штатах. Как в Менделеев. Вот ее просто вот так вот сжигают в каких-то керосинках огромное количество, как выяснялось, этого безобразия происходит. Ну, подойди, вот с точки зрения... Второй на всякий транспортейшн. С точки зрения того, когда переход автомобилей на электрическую тягу скажется на стоимости нефти на рынках. Значит, несколько дней назад я читал на этот счет статью. Да. Не про стоимость, потому что стоимость там от многого зависит. Там Венесуэля, там какие-то политические... Ну, там очень дорогая нефть. Не важно, там политические проблемы, там президент один, его не признают, не признают. Там много всяких проблем. Иранская нефть, там есть компания, чтобы не покупать иранскую нефть. То есть чисто политические вещи... Можно влиять, да. Они влияют на стоимость нефти, которая как бы напрямую нет. Но добыча нефти ожидалась, что достигнет пика в 2018 году. Достигла? Она достигла пика в 2016 году. В 2017 уже пошло немножко меньше, в 2018 пошло еще немножко меньше. Но не из-за электромобилей. Именно за электромобилей. Такая их мало. В 2018 году сделали 2 миллиона электрических машин. Витя, это о чем говорит? Это достаточно, чтобы немножко упало там на какой-то процент. 2 миллиона машин, они же накапливаются. Мы можем глубже в это посмотреть. Если на нефтедолларах держится так много в этом мире, и тут вдруг начинается, что цена не та, это должно привести к попыткам искусственного поддержания цены на нефть. Типа войны, терактов, взрывов нефтепроводов и так далее. То есть как бы, ну, понятно, механизм же ясен? Ну, механизм... То есть как бы не к добру, получается-то? Ну, вот... Так, давай от солнца отойдем. Многие страны производят нефть. Между собой они уже давно не могут договориться. То, что там ОПЕК договорился в 70-х годах и заблокировал весь мир как бы удушил, стояли очереди на бензоколонке... Это когда были, когда они объявили бойкот Америки из-за израильских войн, да, израильско-каратских? Да, да, в 70-х годах американцы еще некоторые помнят, что они стояли там часами в очереди, чтобы заправить машину. Да. Так вот это все уже давно стало историей. Апробировано. Потому что нефть нашли в других странах, в Америке есть твои эти самые шельфы, которые могут добыть... В Америке много нефти. В Венесуэле, говорят, запасы вообще какие-то скажешь. А бывают же ее теперь там в этом Мексиканском заливе, там какие-то моря нашли этой нефти. То есть нефти сколько угодно. Ну, в той мере, в какой бурение позволяет добраться до того, до чего раньше добраться было нельзя, в том смысле становится больше нефти, поскольку до нее уже можно добраться. Ну, вот скажем, эти арабские страны, у них кроме нефти как бы ничего и как бы продавать как бы нечего. Но они стараются, они там... Вот есть, скажем, там страны типа Россия, которая продает нефть, но она в принципе может продавать другие вещи. Алюминий, марганист. Да, но может производить что-то там, заводы строить, самолеты продавать, какую-то военную технику. Много чего можно продавать. Пшеницу, я не знаю, что это, но много. Да. Так вот есть страны, в которых ничего нет. Какой-нибудь там Кувейт, который сам как бы ничего не делает. Да. Да, или даже Венесуэла, да. Поэтому они, чтобы не было, даже если она будет там на 10% дешевле, они все равно будут добывать и продавать сколько можно. Давай тренд какой-то, а то мы уже пришли. Пришли. Значит, давай тренд. Так что мы про электромобили-то сказали? Электромобили... С каждым годом будет вот с семнадцатого года до восемнадцатого количество их увеличилось на 80%. Никто не ожидал. В обороте. В Америке, по Америке. Да, да. Но это как бы тенденции, они мировые, потому что в Китае там продали миллион автомобилей, там свои какие-то компании. В основном они продают свои. все компании, которые делают автомобили, они все активно в это включаются. Но пока они догонят нашу Теслу из Фримонта. Да. Тесла идет где-то на пять лет впереди. По батареям, по всем. Ну, друзья, я вам скажу так. Через два года почти, чуть больше, заканчивается лис на мой этот самый. Покажи. Вот он стоит. Это Виктора красненькая. В отличие от моей тоже красненькая. Ауди, да. Она не такая красненькая, как моя. Вот. Это Виктора. А что посмотреть? Ну, чтобы были знаки какие-то видны. А вот та моя. И вот это вот, которую вы сейчас видите. Значит, через два с небольшим года мы пойдем ее менять. И я надеюсь, что мы с вами сделаем хороший такой тур по всем местам, где продают электромобили. И вот выберем при вашем участии что-нибудь новенького. А вот скажи, Миша, было бы классно вернуться сюда там через три года. Да. И здесь бы стояло две красненькие, оба электрические. Ну, вернемся. А что мы? Мы же никуда так далеко не собираемся. Все, мы пришли, друзья, домой.